Всем привет! С вами Алекс Энджел, композитор, певец, король украинского глам-рока, как утверждает СТБ Новый канал, создатель стилей секс-рок и секс-поп в мировой музыке. Но мы сейчас говорим об украинском национальном отборе на Евровидение 2019, многострадальном отборе, и я в очках не просто так, я в очках, потому что нереально смотреть на этот стык, позор и ужас, который мы видим. Мало того, что организаторы украинского национального отбора настолько коррумпированные, настолько не могут работать, видимо, в команде Первый национальный и ЮАПерши, Суспильный и СТБ, что они не смогли в результате провести достойно конкурс отбора украинского, так еще сейчас все участники, которые там первое место сначала выиграли, второе, третье, они отказались уже, отказываются от участия в отборе. Ну, с другой стороны, вопрос, зачем вообще пришли на отбор, если вы отказываетесь? И какая солидарность у них может быть? Это солидарность с чем? С тем, что кто-то там в России выступал победитель, так и вторые не хотят выступать. Какая солидарность? Это отбор на Евровидение от Украины. Ну, да ладно, снимай очки и по сути. Как сказала победительница украинского национального отбора, в России проживает 4 миллиарда людей, население. А сколько же проживает в Украине человек? Давайте определимся. Ну, наверное, 16, не более. Да, это шутка, но дело в том, что суть в чем? Что украинский национальный отбор год за годом ставит 16 претендентов, допустим, в телечасть. И все. Такое впечатление, что больше у нас нет украинцев, нет певцов в Украине. То есть вот 16 есть позиций, и все. Больше никого у нас нет. То есть вот сейчас я смотрю, там, украинские политики, российские политики, телеканалы украинские, российские, влогеры украинские, российские, они о чем угодно говорят. Вот политика плохо, там на отборе, значит, певицы петь не могут, да, и все равно приходят второй год, вот говорят, тут певица не может петь в одном проекте, да, а вот-вот и второй год она приходит. Что значит она приходит? У нас что, 16 вот певцов в стране больше нету, и вот еще и нация, у нас такая нищая нация получается. 16 человек, у нас нам сколько, 20? Я вас уверяю, есть сотни тысяч певцов, может и десятки тысяч, которые подавали заявки на этот отбор через СТБ. Но вы поймите, подать, прийти на отбор не может никто. Туда, ну, можно подать заявку, единственный путь, вот официальный, это через сайт СТБ подать заявку. Она дальше идет в мусорник, вас никто никуда не приглашает, ваши песни никто не слушает там, потому что там коррумпированная машина, вот эти организаторы украинского отбора. Это коррупция. Они, короче, ставят 16 своих неприкасаемых певцов, которые петь не умеют, как они сами же говорят, которые потом не выступают на отборах, по сути дела, ну, реноме Украины, да, понижают. Да, в результате Россия потом этим пользуется, на всех федеральных СМИ сейчас пропаганду ведет, вон Соловьев пропагандирует и все остальные ведущие их, не рупоры там. Они сейчас говорят, как Украина позорится на отборе. Ну, посмотрите, никто не говорит о главном, что вот у нас есть больше 16 певцов, что изначально система отбора неправильна, что изначально она коррумпирована. Изначально у нас, как, у нас вот сидят, ну, есть коррумпированная схема, допустим, организатор ставит своих каких-то участников, своих, понимаете, там, ну, вот ставят своих участников. Никого больше не ставят, это закрытый клуб, 6-16, там, 20-ти, не знаю, сколько, но их минимум, вот, вот, кто из года в год одни и те же на отборе. Больше никого туда не рады видеть, никакие украинские певцы, никакая музыка там не нужна, это ничего их не интересует, организаторов. То есть, по сути дела, у нас железный занавес, жесткая коррупция, железный занавес, как при Советском Союзе, и даже больше, потому что, понимаете, в Советском Союзе был какой-то социальный лифт, человек мог все-таки добиться чего-то в какой-то сфере. В украинском шоу-бизнесе это нереально, это полный стоп, потому что, ну, вот, есть 16 позиций, на эти позиции ставятся только свои, изначально по финансовым соображениям, по еще каким-то. Ну, в общем, просто-напросто, это не украинский национальный отбор, это, получается, отбор элиты. Элиты, отбор элиты бизнесовой, которая, ну, вот, оккупировала украинский шоу-бизнес, которая им манипулирует зрителями миллионами, потому что они пользуются телеканалами, которые влияют на миллионы населения. Их политические, другие обозреватели и так называемые эксперты в шоу-бизнесе, они вот заставляют вас, да, 30-миллионное население Украины, да и в России то же самое. Они заставляют всех вас, всех нас принять за истину то, что у нас в Украине всего 16 есть достойных пельцов, но которые в результате петь не могут, выступают в России. И куча у них проблем, и никто в результате от Украины у нас на данный момент не едет на Евровидение. А я говорю, а я, Александр, у меня нет концерта в России, я подавал песню отбор, она не хуже, чем песня победителя, я это убежден в этом, я в этом уверен, готовы отстаивать на сцене. Где еще? На сцене, не так, как принято в Украине, понимаете, у нас тут всякие жаполизы, всякая коррупция, кумовья отстаивают где-то, только не на сцене. Да, то есть свояки решают вопросы, у нас все решают вопросы в нашей стране, от того нету жизни ни для кого, нету уровня, нету конкуренции, есть коррупция, есть зло. Коррупция это зло, конкуренция добро. Так вот я за то, чтобы у нас не было вот коррупции. Я говорю, вот я подал заявку, у меня песня не хуже, чем победитель, я готов это доказать на сцене, но меня никто в телечасть не пригласил, и других артистов не пригласили в телечасть. В результате организатор обосрался, никого, никто сейчас у нас не едет от Украины, и получается, что Украина это самая нищебродская, выходит так, нация неспивоча, бездарная, ну то есть не готовая выступать на Евровидении. А я говорю, это не так, я готов выступать, и я уверен, под моим видео подпишется множество певцов, украинских композиторов, певцов, которые тоже подавали заявки на СТБ, но уперлись в железный занавес, они тоже готовы представлять Украину. Но не подали заявки, их никто не захотел слушать, их никто не пустил в телечасть, в результате майму это еще майму. Вы хотите жить в коррупции, вы хотите видеть такие вот позорняцкие конкурсы, как украинский нацотбор на Евровидение 2019, который потом все российские, которые работают на российскую пропаганду, потому что все российские пропагандистские телеканалы сейчас вот показывают украину, украинский отбор как позорный отбор, что у нас, ну вот, позор происходит в стране. Вы хотите это видеть? Или вы хотите, чтобы у нас был шоу-биз number one в мире, чтобы мы конкурировали с США, чтобы у нас действительно певцы с классными песнями и композиторами выступали, чтобы у нас была открытость? Откройте окно, смените организаторов Евровидения, откройте окно, у нас не 16 певцов, у нас кроме той певицы, которая петь не умеет, как сам организатор, говорите, ставит год за годом ее. У нас куча из певцов, которые умеют петь, ну попробуйте хотя бы кого-то заменить, пару-тройку, может кто-то окажется не гражданин, не гражданка России, может быть не было концертов в России или не планируется в будущем, Может быть есть певцы, которые петь умеют. Ну вот я готов участвовать, пожалуйста, я готов прямо сейчас взять, выступить, если у меня все-таки украинские организаторы отбора захотят выслушать, я готов выступить со своей конкурсной песней Sexmashing, которую я подавал. Я готов прямо сейчас выступить, у меня нет солидарности с теми артистами, которые попали в телечасть, разумеется, путем, не через сайт СТБ, не через подачу заявки, путем другим. Вот я подавал через сайт СТБ, у меня нет солидарности с теми, кто выступал в России, там планирует выступать, я не выступал, я готов выступить со своей конкурсной песней Sexmashing, представить интересы Украины на отборе на Евровидение и, собственно говоря, на самом Евровидении 2019. Александр готов, вот приглашайте меня, приглашайте других певцов, которые хотят выступать, а не устраивайте шоу, не показывайте Украину нации нищебродов, не спивочу, позорняцкую, которая не может мобилизировать свои силы, выступить достойно на Евровидении и не быть связанной, допустим, пока у нас вот такое время, да, смутное, не быть связанной, ну, допустим, с Россией. Все, я заканчиваю, па-па-па-па, всем пока, слушайте Sex Rock, Sex Pops, Александр. Субтитры сделал DimaTorzok